Субтитры сделал DimaTorzok Не постоянство снега, я как понимаю, первая штуковина идет Как и ожидалось, ты отлично справляешься на турнире Настало тебе время показать свои лучшие техники Не против учеников, а против мастеров лучших школ Когда я говорю твои лучшие техники, то имею ввиду, конечно, техники ледяных драконов Тарлан сказал, что поможет тебе с этим Значит, да, ого-го, две с половиной тысячи жетонов здесь дается Нифига себе, и надо потратить, представляешь, целых 20 этих карточек Так, зеркальный лабиринт, он как бы последний идет Сначала нужно непостоянство снега пройти, верно я понимаю? Ого-го 20 карточек Ладно, я ради видоса по-любому куплю Надеюсь, ты прожмешь свой лайк В поддержку контента В мою поддержку, потому что Это жестко Вход в бой две тысячи рубинов стоит Представляешь? Просто, просто представь себе Жесть Я очень надеюсь на твою поддержку контента Офигеть, красивый Мастер солнечных лучей Классно смотрится Снежок могу кидать? Серьезно? Оружие выбил, прикинь Его можно потушить, правильно? Подожди, подожди, подожди Пожалуйста, подожди Ну-ка, снежок на Так, снежок его тушит или нет? Я что-то не пойму А, у него происходит стан И при этом атака загорается Серьезно? Теперь он хилится, да? Или это я хилюсь? Короче, при попадании снежка Он Или я получаю атаку Или он ее получает Или я хилюсь, или он хилится Я что-то так и не понял Давай прочитаем сейчас в правилах Еще раз Значит, смотри Трюк ледяного дракона В этом бою вы можете пользоваться снежками Подобрав и бросив снежок Вы можете наложить на противника Случайный негативный эффект При успешном попадании Негативный эффект Это получается, либо он дамаг получает А при чем тут здоровье? Противник может использовать огненные стрелы Противник не использует у него энергию А А С отхилом Я не понял А зеленая эта штука Которая, типа Она что дает? Ему Конкретно ему Когда снежок зажигает зеленый Я думал сейчас минус оружие просто Ну-ка, подожди Я хочу реально понять Ну-ка, вот я попал У него теневая восполнилась От того, что я попал Или это у меня А, у меня восполнилась Подожди, дай я встану, побью Я хочу понять вообще, что с тобой делать Он, он очень быстро жахает Он очень жахает быстро Я, в принципе, ничего не успеваю с ним сделать Смотри-ка А, да, смотри Здоровье отхил, отхил ему забрал Смотри Ну, точнее Отнимается хп у него Смотри Ой, дурак Давай Успевай Блин, классная механика Чуть не проиграл Офигеть То есть, получается Когда я атаку на него накладываю У него атака снижается, получается Когда в синюю зажигается теневая Мне добавляется Правильно я понимаю? А потом что? А что потом? Офигеть Офигеть Сколько там много этапов Давай я тайфун надену А, так у меня вообще ничего не надето здесь Жесть Так, возьми тайфун, пожалуйста Я вообще без приемов Да, или щепок взять Ладно, пусть вот такой стоит У меня вообще тут нет приемов Господи Это я просто зашел и с ним сражался В принципе без ничего, да? Ай-яй-яй Как плохо-то Как плохо-то Регенерацию поставлю А, нет А там мне надо удар в голову получить, да? Ну Пока не буду усилять Эти жетоны все равно останутся Слушай Этапов там очень много Очень Ну поехали Этапов прям Прям уйма Первый противник Уже так жестко Мастер школы хамелеонов Так, это просто теневой парень Чего он умеет? Так, здесь такая же история Со снежками, да? Было бы забавно Если бы Да ну Господи Было бы забавно Если бы и он кидал в меня снежки То есть здесь противник Просто находится Постоянно в теневой форме Правильно понимаю? Если я нажму Например Прочитать Что мастер хамелеонов умеет? Противник копирует Ваш боевой стиль Противник постоянно Находится в теневой форме Противник копирует Мой боевой стиль То есть он как мимик Вот этот Который, да? Был То есть в чем бы ты ни зашел Мимик тебя Обязательно скопирует Но по факту Он должен и снежки Тогда кидать Если он полностью меня копирует Но он копирует Именно стиль Именно одежду Именно все Вот это вот Да дело Хамелеон Помните С Человека-паука? У нас прям сегодня История Человеков-пауков Хамелеон В Человеке-пауке У него тоже была способность Превращаться в тех Кого он копирует Получается Отсылочка Ну и в целом Хамелеон Это типа Мастер маскировки Как Робби Злобный Из Лентяева Кто помнит Из далекого детства Так Мастер школы павлина Противник может Заворожить вас И восстановить здоровье Заворожить? Согласен Она красивая Смотри какая мулаточка С большими сисечками Ммм Да Это 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 по нам Все правильно Пока что нормально Пока что быстро Отъезжает Но мне нравится Вот эта часть События За 2000 рубинов В цене Хе-хе-хе Но смотрится Это хорошо Реально хорошо Мне нравится Сражаться С этими Павлинами С этими Хамелеонами Это Это Заворожила? Окей Ага И при заворожении Мне Отхил у нее Пошел Смотри какой отхил Отхил просто Смачный Как смак Все Отлично Отравление Ну Ты знаешь В принципе Неплохо В принципе Смотрится Это Очень Даже Неплохо Так Смачненько Легендарные Ключи Мы получаем Марафон Снега Выполняется Видимо Там Дают Достаточно Много Всяких Штук Очков Для Марафона Раз он Выполняется Скорее Всего Да Потому что Это Самый Дорогой Этап Соответственно За него И очков Больше Дают Мастер Драгоценных Мудростей Кто Ты Такой Сразитесь В темноте Избегайте Ловушек Мастера Ловушек Мастера А Вот этих Оружие Ловушки Да Точно Здесь Кроме Металл Есть еще Оружие Ловушки Типа Капканов Шипов Мин Это Мы Помним Так Все Мастер Вообще Странно Что Она Мастер Обычно Мастер Это Я Слышишь Remember I'm Master And You Slaves Are Slaves Are Slaves I'm Sorry Хотя Да Они же Все Слэйвы Тут По сути Я же Их Побеждаю Их Много Все Правильно Я сказал Slaves Ну Прикольно Так Школа Осьминога Кто Ты Управление В бою Инвертировано Нанесите Больше Успешных Ударов Чем Ваш Соперник До Истечения Таймера Ну На самом Деле В первых Противниках Так Так Требования Были Самые Прикольные Самые Интересные Ну Такие Челленджные Здесь Как-то Немножко Не так Вот Первые Противники Смотрелись Хорошо Прям Не Ну Серьезно Первые Противники Смотрелись Лучше Намного А Здесь То Что Нанеси Там Сколько То Атак Там Вот Это Все Это Смотрится Классно Но Не Так Классно Как Там Вот Первый Противник С огненными Стрелами Это Уже Было Классно А Вот Это Ну И Че Ну Пусть Она Меня Там Безбивает Мне Все Равно Как Я Даже Не 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 Парюсь Что Я Проиграю Или Что То Еще Можно Просто В Блоках Стоять И Все 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 Выигрываешь Как Не Крути Это Однораундовые Бои Тут Можно И Атаки Пропускать Без Проблем Вообще Я Тут На Идеалити Не Топлю Главное По очкам Перебороть И Все 200 Жетонов Ледяных Ты Посмотри Это Хорошо Так Надеюсь Ты Досмотрел Или Досмотрел До Сюда Если Да То Пиши Обязательно Комментарий В поддержку Этого Ролика Это Очень Важно А Также Ставь Свой Лайк Потому Что Ваши Поддержки Комментарии Они Продвигают Мой Контент И Наш С вами Общий Контент Становится Более Успешный И О Нас Узнают Другие Люди Мастер Школы Журавлей Противник Быстро Восстанавливает Теневую Энергию И Может Выжигать Мою Теневую Успешными Атаками То есть Он Типа Как Ликвидатор Он Очень Красивый У него Офигенный Скин Офигительный Скин Великолепный Скин У него Очень Классный Реально Классно Смотрится Да Действительно Выжигает Теневуху Офигеть Так Ну Дай Блин Криты Свои Эти Удомонись Мастер Критун Успокойся Ты Че Живой Серьезно Ты Живой Нифига Се Как Он Долго Живой Был Ну Кстати Очень Классный У него Мало Того Что Забирание Теневой Энергии У меня Есть Так Он Еще Выглядит Неплохо Посмотри У него На спине Вообще Классный Рисунок Хоп Видал Очень Красиво Дизайн Прям Бомба У его Кимоно Так Это ты правильно Сделал Вот так Что Полетел Мне как раз Тут удобно Будет С тобой Ну Все Чувак Тут Как говорится По уху Если вы назад Отмотаетесь И заметите Как моя нога Ему в ухо Пошла Так Остается Последнее Поехали Блин Давать По два Билета За ежедневное Задание При том Что в этот Бой Надо Двадцать Билетов Это даже Это даже За семь дней Не выполнить Офигеть На один заход Мастер Изумрудных Змеев Может змей Или змеев Все таки Правильно Че умеешь То мастер Противник Не наносит Вам обычный Урон Это как При успешном Ударе Противник Вас отравляет И эффект Суммируется А какой Он наносит Только сверх Эпический Урон Так он же Самый легкий По моему Из противников Выходит Здесь А в чем Его особенность Он не наносит Обычный Урон А какой Он наносит Мега Дамажистый Что ли Какой Там есть У него Урон Так я его Пока не вижу Если честно Смотрится он Красиво Но Чего-то Сверхординарного Я в нем Не вижу А Он меня Отравил Неплохо Смотри Прям пачку Такую мне Снял Смотри Видал Да Его надо Успеть добить Иначе Мне конец Спасибо Большое Тебе Мастер Спасибо Что поднял Меня на своих Катарах Спасибо Я ж так Я ж так и планировал Вместо того Чтоб тебя ударить Надо было Меня поднять Я ж так и хотел Ну Молодец Молодец Так Я думаю Тут можно посмотреть рекламу Потому что За 20 Жетонов Реклама Должна быть Сочная Я имею ввиду Награда Давай глянем 200 билетов Прикинь Прекрасно Ты превзошел Все мои Ожидания Думаю Столица Надолго Запомнит Ледяных Драконов Всех В твоем Лице Так Я не понял Я что Выполнил Какой-то Главный Квест Что ли Только что А почему С него Началось А не С Других Так должно Было Начаться С каких-то Других По-моему Квест Почему Именно С этого Началось Так Разве Должно Быть А как Это Работает Подожди Я же Не Выполнил Остальные Смотри Непостоянство Снега Это Дорогой Вход В бой Он Идет По Центру Это Че Получается Он Типа Самый Главный Квест Но Мне Сразу Его Дают А В каком Порядке Их Выполнять Тогда Надо Ты Выполняешь Сверху Вниз Как То есть Он Должен Значит Быть Последним Ну Перерождение Время Пришло Воля Победителя В юге Поколеблена Сейчас Его Совесть Стремится В наш Мир А его Гордость В бездну В объятия Того Кто Ею Управляет Он Ненадолго Пришел В себя И попросила Встречи С вами Сразить Его Это Уязвит Его Гордыню И Подтолкнет Его К тому Чтобы Не Попытаться Впредь Постичь Секреты Бездны Пять Билетов А Все нормально Да Это просто Это просто Дорогой Этап Ты можешь Формить Вот эти Усилители Для Костюмов Пять Пять Пятьсот Прикинь Всего Пятьсот Дают За Две Тысячи Рубинов Ой 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 Это Мега Мало Это Очень Мало Прям Это Прям Очень Мало Я не знаю Почему Именно Так За Такие За Столько Денег Это Мало Очень Я Считаю Но Тем Не Менее Ладно Давайте Попробуем Перерождение Оно Пять Стоит Это Хорошо Что Пять А не Двадцать Опять Пришлось Опять Быть 2 Карубинов Сливать Получается Но Мы Ради Контента Сливаем Поэтому Все Нормально Повелитель Вьюги Так Трех Раундовый Парень А А Блин Я забыл Что Он Это Так А Что У Него За Умение Ну Ка Покажи А Он Такой же Все Я Понял Он Как Босс Выступает Ты Будешь Замораживаться В Случай Чего Да Так Отходи Пойдет Так Ну Нормально Он Он Так Он На самом деле Напряженный Вот Эти Пацаны Которые До Этого Были Они Были Намного Напряжнее Если Туда Выйдет Со Спец Приемом Который Не Сильно Скажем Так Им Будет То Ребятам За Дорогой Этап Который Два Коробина Стоит Там И Проиграть Можно Ой А Что это Бомбу Успел Кинуть Что Ли Какой Молодец Перебрасывай Меня Арена Пошла Без Арены Что Ладно Без Арены Так Без Арены Ну Да Круто Умеешь Пойдет Блин Красиво Конечно Это все Но Дай Ко Я Тебя Выграю Мужик Ты Очень Больно Делаешь Хорош Так Ну Я так Понимаю На этом Этапе Он Один Но Там Еще Есть Третий Этап Мне Вот Интересно Что Будет На Нем Потому Что Мы Третий Раз С ним По факту Сражаемся С этим Повелителем Вьюги Или Он Сейчас Образумится И Босс В виде Титана Выйдет Я Кстати Не Против Можно Босса В виде Титана Пожалуйста Чтоб Вышел Коль Тут Статуэтка Титана Стоит Почему Босс Статуэтку Титана Вернее Из статуи Титана Чтобы Босс Титан Не Вышел Сам Лично Такой Знаешь Да Было Бы Жестко Прикинь Тогда Никто Не Ожидает И Титан Такой Выходит Это Будет Жестко Ну Блин Камон Если Ты Хочешь Формить Вот Эти Усилители Для Костюма Вот Этот Этап По Пять Если У тебя Цель Брать Вот Эти Жетоны То Этот Этап Выгоднее В разы Ну Если Тебе Жетоны Зеленые Не Нужны Я Не Уверен Что Поведитель Вьюги Хорошо Усвоил Урок Но Главное Вы Показали Ему Что И Наш Мир Еще Способен Его Увидеть Он Должен Понимать Что Здесь Еще Есть Цели К Которым Можно Стремиться И Войны На Которых Он Мог Б Равняться Воистину Это Лучше Из Миров Уникальный Премиум Да Все Уникальные Премиумы На Верхнем этаже Спрятаны Вот Оно Как До Этого Были Просто Стандартные Сейчас Уникальные Пошли Да Кучу Карт Дают Смотри Огромнейшую Кучу Карт Это Да Так Хорошо Ну У нас Еще Один Этап Остается С тобой В принципе Можем За вот Этого Зайти Или Нет За Штрафничелу Можешь Зайти Или За вот Этого Пацана Так А может Кого Отсюда Взять Из Легиона Ну Ка Или Ой Может За Спектра Или За Этого Давай За Этого Зайдем Интересно Он На Белой Краске Тоже Классно Смотрится Ну Такое Конечно Да У него С Красителями Прям Вообще Неприятненько Ну Кстати Вот Эти Вот Тона Ничего Зеленый Вот Голубень Ну Кстати Можно В теневом Пределе Попробовать В принципе Это еще Хоть как-то Смотрится Более Менее Да Давай Попробуем Что Там У тебя Все Стоит Так Вроде Все Стоит Просто Попробуем В нем Че бы Нет Последний Этап Давай Ты Че Творишь Последний Дай Зеркальный Лабиринт Я Утаил От вас Важную Информацию Дело В том Что Я Сам Пришел Сюда Из Бездны Я Не Должен Быть В Этом Мире Но Я Очень Хочу Это Лучше Из Миров Чтобы Говорить С Вами Сегодня Я Сбежал Из Зеркального Лабиринта Где Хранятся Бессмертные Души Всех Людей И Выдержал Все Испытания Рубинового Дворца Но Моя Бессмертная Душа Продолжает Преследовать Меня Из Самой Бездны Это Был Единственный Способ Покинуть Ледяные Зеркала Лабиринта Разбудить Его Десять И Мне Не Хватает Как Обычно Иди Влад Трать Да Ну Ко Может В Предложениях Че Есть Три Просто Три Билета Не Хватает Иди Трать Пять К Стоит Эта Штука С Десятью Билетами О За 750 Можно Купить Смотри Ка Конечно Давай Купим Нифига Себе Какая Экономия Получается 35 Чтобы Пройти Все Три Этапа Вот Эти Сверху 35 Билетов Надо Один Этап 20 Требует Другой 5 Другой 10 Причем Этап Который Требует 5 У него Награды Получше Чем За тот Который 20 Требует Это Просто Жесть А этап Который 10 900 Очков Батл Пасс Дает Прикинь То есть Средний Этап Чисто За счет Вот этих Жетонов То что Жетоны Дают И все Ну Типа Формить Усилители Для Костюма Можно С этого Этапа За 5 Потому что Тут 300 Дают Чем Формить Здесь 500 За 20 Камон Поэтому А здесь Очки Батл Пасс Формить То есть За 5 И за 10 Играть Выгоднее Чем Играть За 20 Это Это Жесть Поехали Ох Нифига Себе Вот Это Да Снежный Голем Неплохо Я не ожидал А А Да А он Хорош Блин Прикольно Механика Клубочка Это круто Снежного Вот этого Клубня Прикольно Сделали Блин У голема Всегда Смотрится Выигрышно Они Всегда Эпично Смотрятся Да-да Блин Это Ледяное Тоже Красивое Ну Вот И Все Прикольно Получается Сейчас Чисто Големы Будут Сколько Там Этапов 4 Зеркальный Лабиринт Раскинулся Там Где Вечно Царит Снег В сердце Бездны Снег Особенный Он Не Тает Сколько Его Не Грей Ледяные Своды Лабиринта Сделаны Из Такого Крепкого Льда Что Даже Обсидиан Не сравнится С ним Говорят Что В нем Есть И Вход И Выход Да Только Найти Их Нельзя Лишь Магия Может Освободить Вас Те же Несчастные Что Пытались Пробить Себе Путь Наружу Со Временем Сами Превратились В Лед Нифига Тут Требований Сколько Для Боев Тающая Броня Сейчас Опять Он Опять Голем Правильно Ух Нифига А Че Они Такие Красивые Та Тающая Броня Ребята Остановитесь Вы Че Такие Красивые Молниеносный Молниеносный Как Молния Голем Из Ночи Такой Знаешь Сбежавший Блин Вот Это Да Ну Он Красивый У У меня Даже Слов Нет Блин Этот Этап Прям Вообще Самый Самый По-моему Такой Ярый Я считаю Тут И локация Классная И они На фоне Этой Локации Круто Смотрятся Големы Вот эти Я надеюсь Последний Босс Блин Вот Последний Босс Если Опять Будет Вот Этот Ледяной Дракон Это Знаешь В чем Обидно В том Что Он Вообще Выглядит Плохо По сравнению С этими Големами Ужасно Выглядит Просто Дайте мне Одежду Голема Разработчики Введите В игру Одежду Голема Дайте мне Одежду Голема Я хочу С ней Ходить Это Очень Мощно Чисто Голем И все порождения снега и льда присоединились к шествию Теперь он обречен блуждать вечно, окруженный своими слугами Колючий лед Пусть это будет красивый голем Жрица холода? Ля Карательница Руалан сменила пол И стала ледяной Посижу немножко, отдохну У тебя все хорошо? Ты что там стоишь в углу? Это не, это Shadow Fight 3, это не арена Это не арена, алло, игрок из рейтинга, ты что стоишь в углу? Игрок топ-1, ты что в углу стоишь? Они, наверное, так и берут топы-1 Эх, ладно Видимо, она боится просто сражаться А, так она просто убегает, е-мое, это требование боя, мы такое видели Она чисто кидает эти На пол Колючки и все Больше она ничего не делает И все, да? Вы его узнаете Он точь в точь как я И он хочет занять мое место Прошу, победите его Но будьте аккуратны Если он умрет, то погибну и я Пока я не знаю Способна вернуть свою бессмертную душу обратно Зеркальный лабиринт бездны Пока я не знаю А, способа вернуть свою бессмертную душу обратно Если мне это не удастся Значит, это будет мое последнее путешествие Может, это и справедливо? Ведь я не должен быть в этом мире Здесь я погиб много лет назад Но Аврора до сих пор помнит меня Ледяная Аврора Это же как так? Питомец противника может вас заморозить Блин, тут механик столько прям новых добавили Это прикольно Давненько такого прикола не было Тарлан, значит, да, босс? Прям в скине в новом, ты глянь Принц ледников Мне кажется, големы все равно посимпотнее были, не? Пока что никакая Аврора меня вроде не замораживает Сам босс не такой сильный Может, мне просто это кажется? В общем, смотри Мало того, что это ивент про школу дракона Так тут еще и босс Тарлан есть, прикинь Причем он тут выступает в качестве главного босса, получается Офигеть Одного из главных боссов А, вот так она морозит, да? То есть на меня насаживается и все А, вот так она Ха-ха-ха! Удобно в стене жить Жестко Ну давай глянем рекламку, глянем, что будет 150 билетов, да? Не говорите Галину, кто я на самом деле Я не знаю, готов ли я называть его отцом Да и к тому же, он скоро забудет меня Забывает каждый раз, как и весь остальной мир, кроме вас В вас есть нечто особенное Или это ваш синхронизатор? Впрочем, это не так важно Просто знайте, что я ужасно рад вас видеть Выпьем еще чаю Тарлан его сын Фанк Его племянник Галина, по-моему, да? Сейчас, погоди, я пытаюсь понять Если Галин отец Тарлана Фанк племянник То есть брата Галина, сын Получается, они двоюродные братья, да? С фангом Тарлан и фанг Время зубодробительных открытий, господа И господессы Которые на меня подписаны Так Ну в целом все В целом все Мы завершили с вами Всем спасибо за просмотр С вами был Влад Надеюсь вам понравилось Поддержите мой видос лайком Комментарием Для продвижения вперед И только вперед Не шагу назад Ну а если не хотите поддерживать Тогда я ничего не буду для вас делать Все Всем пока